Хронологию событий в Стамбуле восстановил Игорь Чекунов. Это было главное спортивное событие выходных в Турции. За матчем ведущих футбольных команд страны следило более миллиона человек. 40 тысяч находились непосредственно на стадионе. Через несколько минут после того, как последние зрители покинули арену, раздался мощный взрыв. Хлопки были слышны на площади Таксим. Она находится неподалеку от района Бешикташ. Там проводят свои игры, одноименный клуб. Я зашел в кафе и через 5 минут услышал взрыв. Хлопки прозвучали с интервалом в 30 секунд. Они были очень громкими. Я видел огонь. Я подошел к горящему полицейскому автобусу и увидел, что внутри были полицейские. Я думаю, раненых очень много. Это был действительно сильный взрыв. В мечети, где я работаю, выбило все стекла. Сразу после взрыва очевидцы сообщили о стрельбе. Появилась информация о вооруженном нападении на полицейских. Позже выяснилось. Стреляли сами правоохранители. Пытались навести порядок выстрелами в воздух. Почерк исполнителей говорит сам за себя. Объектом нападения стали те, кто обслуживал безопасность матча. В момент атаки их смена подходила к концу. Полицейские готовились покинуть территории. Многие уже сидели в автобусах. Один из них находился у заминированной машины. Взрывчатку привели в действие дистанционно. Это очень горькая новость для нашей страны. Турция столкнулась с двойным терактом. Сначала машина, которая находилась у стадиона, была взорвана дистанционно. А через 45 секунд смертник подошел к группе полицейских и взорвал себя. В результате операции нам уже удалось задержать 10 человек. О втором взрыве информация до сих пор остается неподтвержденной. Высший совет по радио и телевидению Турции вел временный запрет на освещение подробностей трагедии. Ограничения затронули информацию о работе следователей и демонстрацию кадров с места происшествия. Такие меры власти в последнее время применяют при каждом подобном инциденте. Президент страны уже назвал происшествие терактом. Этой ночью в Бешикташи произошло террористическое нападение на наши силы безопасности и граждан. Как видно, целью взрыва, произошедшего сразу после матча Бешикташа и Бураспора, было добиться как можно больше жертв. К сожалению, в результате произошедшего у нас есть погибшие и раненые. Ответственность за массовое убийство пока не взяла ни одна из организаций. При этом список подозреваемых весьма ограничен. Было бы более характерно удар по массовым скоплениям людей. И в первую очередь, конечно, иностранцев. Курды этим не занимаются. А виноват в армии, полиции, жандармерии. Так что пока что похоже на работу курдов. Они обещали перенести войну из восточных районов и борьбу чисто против армейских подразделений. Перенести в крупные города Турции. Совпадение или нет, накануне в парламент Турции поступил пакет поправок Конституции. Если их примут, страна превратится в президентскую республику. Ответ на возможное усиление полномочий главы государства – один из возможных мотивов террористов. Игорь Чакунов, Вести.